Сериал «Соцсети» При поддержке премьер Проект призван придать импульс в развитии региональной киноиндустрии Томска и Сибири Первый сериал в Томске, наверное, можно сказать, что первый сериал в Сибири, который вышел на стриминговом сервисе Большая работа всей команды и всех причастных к проекту людей Проект «Соцсети» — это марафонский забег Это было крутое приключение, за которое каждый участник изменился как человек Проект «Соцсети» стал для нас своеобразным исследованием, благодаря которому поняли, что в регионе, в принципе, можно создать полноценную киноиндустрию Ольга Гольдфарт Я выбираю «Объятые одиночеством» Олегу Пашаеву Побеждать сценарии, ставьте лайки, Наталья Волочаевская Ну, конкретно проект «Соцсети» во-первых, привлек своим широким охватом на начальном этапе, когда были вовлечены большое количество людей, которые присылали сценарий И вообще это был такой, в первую очередь, социальный проект И вот так я согласилась, я подумала, ух ты, круто, я даже не знала о том, что есть такое Мы нашли четырех режиссеров, дебютантов, у которых на момент съемок сериала либо вообще не было работ в кино, либо была одна какая-то студенческая выпускная работа И позвали их к нам в Томск на такую, скажем так, авантюру, которая была призвана, наверное, проверить нас всех на характер и на силу воли Вообще, сможем ли мы такое потянуть? Йоо, привет! Отлично выглядишь! Молодец, что зашла! Молодец, что зашла! Мы здесь в огне, все стараются Очень! Да, мы все ржем, не можем остановиться Прелесть, да прелесть Класс, класс Жаль, что они вместе, но ничего Привет! Со съемочной площадки на съемочную площадку Да Концептуально в соцсети это история о том, как мы все стали заложниками цифрового мира и о том, как цифровые технологии влияют на отношения между людьми Первые серии, которые происходят в 2020-2030 годах, они такие более позитивные, у них с большей вероятностью происходит хэппи-энд Но чем дальше, тем мрачнее они становятся и по визуалу, и по настроению самого сюжета Ты слышишь? Мам Идентификация голосом завершена С вашего счета списано 203 рубля Мам Аня Я хотел оградить тебя Основная сложность этой серии, серия 100% счастья состояла в том, что нам нужно было снять 25 минут экранного времени за два дня, буквально два с половиной дня Для многих это был первый день, когда они вообще побывали на съемочной площадке Я думаю, как это будет, если наснимаем, я то буду сразу монтировать, и сразу пойму, что работать нет, и можно в третий день Если что, резерв что будет Да, да, до пол Да, да, это круто То есть здесь прям до конца и потом на вечер, когда на фасад выходим Да Опять надо подумать, если будет дождей, на зонты просто, надо подумать Панель у нового дома, которую она тянет, чтобы отключить горячий пол Она как раз, смотри, мы там раскадровку сделали вчера, или моменты Он запрыгивает на стул, парни Она может запрыгнуть прямо на стол, за то, что горячо, и полезет по столу, сюда, прямо вот так вот И сценарий классный, мне очень нравится, в принципе, фантастика и все, что связано с каким-то ближайшим будущим Любовь Аксенова – это огромный плюс Я же даже не думала, я даже не могла себе представить, что откроется дверь и там будет стоять Алексей По-моему, прекрасно, замечательно, все сыграли, было весело Что? Что такое? Слишком крепкий кофе? Что? Кофе превосходный, но пара из вас получится плохая Когда к нам ехала Люба Аксенова, да, это был настоящий мандраж Но на самом деле Люба потрясающий человек, очень живая, очень такая простая Привет, как дела? Как дела? Открывается Ну, здравствуй Привет, Саша Здравствуйте, как открылись? Открыть в другом выглядишь, да, как на своем паре Закусить и там сразу я пошла бы за едой тогда, тогда в танце? Не пьешь, по-своему Да, хорошо Прошла читка только что, сейчас готовят съемочную площадку Ну, как площадку, извините, что я ваша, это хозяйка, кстати, вот, можете показать, это хозяйка Вот, да, да, извините, что я назвал вашу квартиру съемочной площадкой А что ты думаешь во мне? Думаю, что никогда не встречал более красивой девушки Можно делать первый сцен для девушек Зарина Рассаживайте актеров массовых сцен по столам, соответственно Рассаживайтесь по столам По парно, по трое, по одному Пожалуйста Серия «Думай потише» о том, какое огромное место для современного человека занимает приложение для знакомств И на что человек готов пойти, да, на то, чтобы либо найти себе партнера на одну ночь, либо найти свою любовь И две полярности вроде как одной и той же технологии в итоге становятся для двух главных героев Камнем преткновения Один пытается найти себе самую идеальную, стопроцентную совместимость А другой старается наоборот утонуть в потоке беспорядочных связей Сценарий, именно идея прикольная Когда я прочитал, опять же, это в черный зеркало Я люблю такие фильмы, смотрю такие фильмы И ни разу не снимался Вот первый опыт Больше он не вернется А он, знаешь, там кольцо, там друзья на папу врачи Буду носить бабское платье неделю А по рукам В женском платье неделю Но мне нужны доказательства По каждой девушке До конца месяца Не снимай X-линзу от слова совсем Ага Начали! Итак, когда я прочитал сценарий Мне понравилось то, что у моего персонажа есть конкретная арка Театральные актеры любят гастроли А вот киношные актеры, они любят выездные, то есть экспедиции Когда ты живешь вместе с группой где-то не дома Это уже совершенно другая атмосфера И когда вот этот есть блок экспедиции Ты вот сразу погружаешься в роль, в персонажа И живешь им именно в том городе И после этого этот персонаж ассоциируется у тебя именно с этим городом Шутили, веселились там Были там интересные моменты Ну, конечно, там было несколько ночных смен В которые ты просто начинаешь уставать от этого Немножко странно себя вести Два игровых телефона Два? Да Беги за прерыв Беги за прерыв Бад boys, what you gonna do Уух, Wyoh, Wyoh Смотрите, ребят, у нас может съемка закончен Я когда летел в Томск, уже на подлёте спускались, и я вот эту тайгу увидел, конечно, вот как в кино показывают. Я, по-моему, в детстве «Таёжный роман» смотрел, вот, и такое ощущение, что это как будто не в России, как будто это за миллион и миллион, на другой планете какая-то Пандора. Очень круто. Жалко, мы не снимались в ландшафтах природы, в ландшафтах тайги, ну, по крайней мере, моя серия. Но было безумно красиво смотреть с высока. Нет, он сначала отпраздновал, потом приехал. Я сначала отпраздновал его в Астрахани, а потом отпраздновал его в Москве. А в Томске я уже не праздновал. Эстонский Киану Ривз, давай. Эстонский Киану Ривз. Увидимся на нейтральной территории в Москве. Начали. Мне правда понравилась сама история, персонаж которого я могу сыграть. И что это именно такой панк-замес, типа, поехали, погудим в Томске на недельку просто в лесах побегать. Это же круто. В любом случае, да, история-то не, как говорится, не последняя, да и интересная. И думал, у меня было уже, знаешь, когда уже все равно уже согласился, думаешь, а вот как они реализацию будут, а что мы будем тут, а тут, а тут. Ну и приехал, посмотрел, да, ну, типа, здорово. Я Алекс. И ты едешь туда, то есть в родное, поснимаешься в родном, тем более с такими звездами, грубо говоря. Я был удивлен, как вы их все к себе позвали и вытащили, понимаешь, по большому счету. Мы всем сказали, что у нас одинаковые огороды. Всем стандартно рассылка сделают. Мне как раз понравилось, что ребята придумали оригинальные идеи и оригинальные сценарии в этой концепции жанра, которые в то же время как бы про современные, про технологии, про обратную сторону нашего технологического прогресса, в то же время все наполнено ментальностью русской. Удачи нам всем, да, и в будущем. Мы сделаем это, ура! Мы сделаем это, три, четыре, ура! Хорошая царь. Дверь, Валя! Дверь, Валя! Ура! Да, Боря. Алло, дядьмитий, а я что-то под своим видосом с Том Крузом твоего комментария не вижу. А надо оно тебе, Боря. Надо, дядьмитий, конечно надо. Ты пока сидишь в своем гараже водку пьешь, вообще-то люди миллионы делают на лайках, на просмотрах. Этот сценарий мне показался самым менее таким студенческим, скажем так. Потому что, ну, видно, что люди бежат неопытно в этом, и цель как бы конкурса. Ну, вот хотелось хоть чуть-чуть более грамотную историю какую-то подобрать. Слушаю вас, Борис Андреевич. Здрасте, Лен, хотел у вас денег одолжить. Денюжка понадобилась. Да мне правда, в последний раз просто ситуация сложилась неприятная. За кадром до этого с ним просто мы познакомились, как бы, здрасте, здрасте, я Сережа, я Вика, все. То есть у нас не было никакого контакта. Но в кадре это прям сразу, вот, я почувствовала, что за нашими взглядами к друг другу стоит что-то, какие-то отношения именно этих персонажей. Я у меня немножко не по размеру был этот, как называется, я не знаю, корсет или что-то, как это, ну, за который подвешиваешь. И, значит, в один момент мне режиссер кричит, что, типа, давай, Серега, надо кричать, чтобы тебя спасли, типа, помогите, спасите. Я начинаю кричать, я понимаю, что у меня, у меня вот здесь вот трос, мне передавливает немножко дыхание. Я чувствую, что я так уже начинаю усыпать, короче, потихонечку, из-за того, что не дошел к названию. Но потом нормально, меня просто вот так вот под ноги взяли, чтобы у меня было на чем стоять, я так отдохнул, и все было хорошо дальше. Да. Заказ летел, подменишь? Агат, у меня уже два вызова подряда было. Шестьдесят процентов твои. Симпатичная хоть? Сори, я забыл уточнить. Надолго? Четыре часа, может продлить. Семьдесят пять процентов. Окей, сейчас скину адрес. Давай. У нас было очень мало времени, и, к сожалению, это тоже было вызвано моим графиком, то есть сам, как бы, так сказать, виноват. Было тяжело перестраиваться по часовому поясу, сложно было перестроиться, уже все-таки человек я немолодой. Ну, это я, кстати, понял в томский. Все, решила проблему? Да. Какая была проблема? Не будет. Какая-то ощущение. Это была проблема. Я создал что-то. Да, все, проблема решила. Обращайся. Просто не рассказали, что у них есть такая идея, они будут снимать короткий метр, и пришлют сценарий, чтобы я прислала пробу, и, собственно, вот это мы и сделали. Сначала начинаем с кольца, да? Еще какой-то. Фразу мне говорить, да? Да. И мне их не ведут с ним глаза. Я скажу текст, и ты начнешь говорить, хорошо? Хорошо. Давайте так. А, да, давайте так. Представьте, что вы... Самая идея сниматься в городе Витомск для меня была просто какой-то вообще волшебной, потому что я вообще никогда не был в Сибири. Мне хотелось, конечно, побывать, так сказать, в глубине России, и я получил огромное удовольствие и от города, и от команды, и от общения, и от самого проекта. Если есть какое-то тебе предложение, и оно направлено как бы в сторону сот, творчества такого, то ты как бы, и тебе можно раскрываться. Ну и так ты раскрываешься, когда ты раскрываешься, ты чувствуешь свободу. Если есть этот общий порыв вот такого раскрытия, может быть, что-то можно предложить, что-то можно принести еще. Приготовились. Начали. Вдруг на мониторе выскакивает реклама фирмы «Счастье». Включается видео с осчастливыми лицами и звучит приятный женский голос. В нашей реальности сбудутся все ваши мечты. Спешите. Перестроиться с «Думай потише» на такой сложный сценарий, как номер 138, сложный в первую очередь тем, что если здесь шаг вправо, шаг влево, неправильно раскроешь героя, то, как мне кажется, могло получиться очень либо невнятно, либо очень пусто. А давай рискнем и погуляем чуть-чуть? Ты меня прости. Мне надо... Мне надо бежать. Я взял вторую работу. Надо немного поднапрячься. Ну, как так? За маму. Антон потрясающий человек, потрясающий актер в том смысле, что я когда прилетела, первый, кто мне написал, это был Антон, с которым мы не были до этого знакомы, но мы обменялись контактами, мы созванивались еще. До этого обсуждали роли, обсуждали сценарий. Первое, что он мне сделал, я еще только прилетела, я еще в душ не успела зайти с самолета, потому что почти вся ночь ушла на вот это, вот все перемещения. Он говорит, ты прилетела? Я говорю, да, прилетела. Он говорит, пойдем завтракать, пойдем обсуждать. Я говорю, так ты же с ночной смены. Ты поспать, может быть? Он говорит, не-не-не, пойдем, есть идеи. К сожалению, восстановление устаревших проекций невозможно, но вы можете заказать новую проекцию. Пожалуйста, а позовите кого-нибудь из руководства. К сожалению, это сейчас невозможно. Позовите кого-нибудь из руководства. К сожалению, это сейчас невозможно. У тебя есть начальник? К сожалению, это сейчас невозможно. Дура! хорошего дня такое неформальное общение мне понравилось ну то есть как мы двигались просто там не было ничего такого официально кинопроекта а было такое прям как-то андеграунд такой а он всегда вызывает больше интереса и внимание городу и к атмосфере не запомнилась классная команда которая работала не покладая рук и по моему никто не спал все работали на тем чтобы получилось получилось классно чтобы максимально успеть делать за два дня а вот воспринимается как четыре по насыщенности я думаю все понимали что у этого проекта есть еще некая образовательная составляющая в плане того что волонтерское движение которое имеется в ваших съемках ребята которые на чистом энтузиазме занимаются этим только просто потому что им это интересно это важно и круто иногда на это уходят дополнительные силы потому что люди не совсем понимают как киномашина работает но участвовать в этом тоже приятно и я надеюсь что все получили какой-то положительный заряд и удовольствие от процесса просто видно как ребята хотят учиться и это просто молниеносно там за эти пять дней буквально люди которые не держали в руках что-то они научились и делали это так круто что можно было подумать что они учились этому пять лет мне очень понравилось что горели проектом все вот не было ни одного человека на площадке кто бы говорил так чё смена сколько она еще будет но домой же пойдем не да нормально все ну мне кажется на такой энергии и должно делаться кино потому что эта энергия она потом будет захватывать зрителя желание делать она была конечно ключевым для того чтобы дать какой-то толчок поддержать помочь чтобы в итоге это развилась во что-то большое а когда все-таки развивается кино в своем регионе то все богатство культуры остается при этом кино ну кому примеры перекуски кино региональное кино нужно чтобы как в других странах чтобы не только москва и питер снимать всех задолбали одни и те же одни и те же здание одни и те же локации мне очень понравилась сама идея вашего проекта то что это как я сам из города мурманска я и я даже за свои 39 лет ни разу не поддерживал так свой город как вы это делаете welcome и большой респект английскими словами здесь воспользуюсь ребятам кто поднимает которые никто не жалуются что нефиг делать в регионах а просто берут и делают что-то в регионах дружба она не однодневная не одноразовая вот мы будем еще что-то делать вместе я очень надеюсь огромная благодарность конечно нашим главным актером которые принимали участие в проекте то что они все-таки рискнули приехать в регион где нет индустрии но я считаю что это конечно тоже творческий подвиг кажется получился очень вдохновляющий пример для всех нас для региональных кинематографистов и спасибо большое платформе пример что дали нам реально такую возможность мы надеемся верим что это только такое очень хорошее начало которое приведет нас к гораздо большему числу отличных проектов разставил по полкам и по местам я столько хотел но я так устал с темы на тему а ты как хотел а меня сносит обратно тысячи волк просто дай дышаться я так не могу говорить насколько когда как 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 Что-то не то Я не хочу говорить ни о чем, ни о чем Ни о чем, ни о чем, ни о чем Я разорву твои сети, чтоб забыть обо всем Да и зачем тебе эти скандалы о том Что нас так тянет, так тянет, так тянет, так тянет Что нас тянет, так тянет в одно Субтитры создавал DimaTorzok